Два месяца следствия и ничего в деле о захвате военного аэродрома в Одессе воз и ныне там. Подозрения объявлены только военнослужащим. А вот кто напал на режимный объект, полиция никак не может выяснить. Хотя многие из них не скрывали своих лиц. Почему буксует расследование, разбирался Андрей Анастасов. Военный аэродром школьный воздушного командования Юг на окраине Одессы. Возле воинской части застройщик возводит развлекательный центр. Спор на тему, где проходит граница участков между военными и коммерсантами, возник еще в сентябре. Но кульминацией стало 29 октября. Под прикрытием людей в Балаклавах, их было полсотни, строительная компания демонтировала бетонный забор части, продвинулась вглубь аэродрома и установила свое ограждение. Позже прокуратура констатирует, это был захват территории военного объекта. С тех пор идет разбор полетов. Военная прокуратура объявила о подозрении замкомандиру части и патрульному солдату. Не оказали сопротивления. И сейчас им грозит до 7 лет тюрьмы. А вот действиями гражданских лиц занимается одесская полиция. Только как? Неизвестно. Мы отправили запрос полторы недели назад. Ответ не получили до сих пор. Завесу тайны приоткрыла областная прокуратура. Расследование ведется. По статье «Самовольное занятие земельного участка». То есть спустя почти два месяца полиция даже не установила, кто напал на военный аэродром. Хотя на оперативном видео лица участников конфликта четко видны, а один даже представляется бывшим сотрудником милиции. Я простой гражданин, если вы не знаете полковника ставки МВД. Активисты, возмущенные тем, что это и другие резонансные дела не двигаются с места, уже много дней пикетируют прокуратуру. Считают, силовики находятся в сговоре с застройщиком. Для полиции установить факт и личность, кто эти люди, привлечь их в ответственность, не заставляет никакого труда. Но тем не менее они показывают полную бездеятельность. То есть крайними остались военные, только в отношении их избрана меры пресечения. Застройщик с журналистами по-прежнему не общается. Вопреки обещаниям чиновников, забор, установленный рабочими на землях аэродрома, как стоял, так и стоит. Сейчас военные пытаются уже в судебном порядке наложить арест на этот участок и запретить любые строительные работы на своей территории. Но заседание суд постоянно переносит, а вот работы не прекращаются. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.